Хотя в названии клуба теперь значится цифра 2 для многих раменских болельщиков, это первый шаг к возрождению команды и единственная пока футбольная надежда. Сатурн, выступавший в премьер-лиге, не забыт, учитывая и то, как команда боролась за итоговое 10-е место в турнирной таблице. Но этого, к сожалению, оказалось мало, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе. Сатурн жив в душу болельщиков, и хотя официально у нас сегодня команда называется Сатурн-2, для нас это по-прежнему наш Сатурн, и мы будем верить, что мы сможем преодолеть все трудности и выйти на тот же уровень. Ну хотя, объективно говоря, что в это на сегодня пока слабо верится. До последнего думали, что все будет хорошо, потому что вроде выкарабкались, 10-е место заняли, не вылетели, а когда известие пришло, было, конечно, не по себе немножко. За Сатурн я болею, ну, года три уже. Ну, мне трудно было перенести то, что Сатурн, как бы, все, уже не будет Сатурна. Ну, я был расстроен. Костяк клуба теперь составляют воспитанники мастер Сатурна, юные футболисты 90-94 годов рождения. Помогать и наставлять будут и опытные игроки, такие как Максим Бузникин и Константин Крайнов. А тренером вратарей черно-синих является любимец болельщиков Валерий Чижов, на днях, кстати, отметивший свой день рождения. Но настроение у всех приподнятое было не только из-за этого, ведь в Раменское возвращается большой футбол. Дай Бог, чтобы так получилось. По крайней мере, все любители футбола, мы, администрация и область, безусловно, соединив наши усилия, сделаем все возможное, чтобы создать необходимые условия. И хотя мы не можем видеть футбол на том же уровне, на премьер-лиге, хотя бы мы сможем прийти и порадоваться футболу немного другого уровня, но все равно смотреть на нашу любимую команду Сатурн. Если они будут, конечно, хорошо играть, то они, дай Бог, чтобы они вышли в премьер-лигу. Фанаты представляют, каким тяжелым будет чемпионат во втором дивизионе. Но после того, что им пришлось пережить зимой 2011-го, это уже не пугает, наоборот, добавляет азарта в предвкушении нового сезона. Получив на Новый год крайне неприятный подарок в виде расформирования любимого клуба, они не опустили руки, собирались возле тренировочной базы в Кратово, а потом на стадионе, чтобы поддержать команду. Сейчас тоже ничего не изменилось, болельщики уже готовятся к выездным матчам, а на родной арене соперников по традиции ждет теплый прием. Хотелось бы пожелать вам здоровья, хотелось бы пожелать, чтобы вы поддерживали эту команду. Трудностей впереди очень много. Поверьте, второй дивизион – очень тяжелый турнир, и не все будет гладко складываться. Но мы приложим максимум усилий вместе с ребятами, чтобы оправдать ваше доверие и вашу надежду. Удачи в играх, чтобы они побеждали и поскорее вышли в премьер-лигу. Нынешний главный тренер команды, он же генеральный директор клуба Сергей Бондарь, говоря о задачах на стартующий сезон, ограничился осторожными стандартными фразами. Выхода в первый дивизион не обещал, но и он, и тренерские штабы, и сами игроки собираются приложить максимум усилий для достижения результата, который порадует соскучившихся по футболу болельщиков. Так ли это мы узнаем совсем скоро. Проверить амбиции и готовность черно-синих можно будет в первом туре. Встреча с Орехозуевской командой «Знамя труда» пройдет 21 апреля в четверг. Александр Касабреев, Александр Федоров и Александр Винченко для программы «Городские вести». Продолжение следует...